Город Калуга Приволен зело хлебом и овощем, и лесом всяким, и дровами доволен Старинная забавная игрушка, только и всего. Но когда узнаешь, что часы эти висели в детской комнате дома Гончаровых, в имении Полотняный завод, и что, возможно, их касалась рука Пушкина, на них начинаешь смотреть совсем иными глазами. Не правда ли? В этом старинном парке, возможно, по этой самой аллее, гуляли когда-то перед спектаклями великий русский артист Щепкин и не расстававшийся с ним тогда даже во время гастролей Белинский. Жили они, кстати, вот здесь, 150 лет назад. Впрочем, для такого города, как Калуга, это еще не старина. Как вам нравится этот терем? Жилой дом 17 века. Таких во всей России всего 3-4 не сохранились. Здесь бывали Державин, Лев Толстой, Достоевский, Оксаков, Успенский. Очень нравилась Калуга Гоголю. Сюда он наезжал трижды. Жил подолгу, работал. В этом гостином дворе просматривал по утрам свежие журналы, играл в шашки с приказчиками. А однажды купил здесь модную светлую шляпу, которую тут же уронил прямо в грязь. Пустяк о Калужанам запомнился. Уникальный мост через Березуйский овраг. Построен всего за три года. Служит причем интенсивно, уже третье столетие. В городе есть превосходное музей. И все же калужская старина не под стеклом. Она живет, дышит, работает. Калуга везло на архитекторов. Так называемый регулярный план ее застройки был разработан еще в 1778 году знаменитым Никитиным. Архитектурный ансамбль города складывался веками. Отсюда контрасты стилей. В современном городе они вполне закономерны. Контрасты, но не противоречия. Посмотрите, как удачно вписывается этот памятник барокко в современную площадь Победы. Именно за гармоничное сочетание старого и нового проект получил премию Союза архитекторов СССР. Некоторые улицы, уголки города останутся неприкосновенными. Но ведь калуга непрерывно растет. Уже сейчас больше половины горожан живет в зданиях, построенных за последние 20 лет. Конечно же, без стандартных 5-9 этажек не обойтись. Но и они могут выглядеть не уныло, а празднично, нарядно. Этот орнамент идет от традиционной калужской вышивки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Разве лишь мастерицами-машевальщицами и славилась в прошлом калужской губернии. Нынешняя продукция калужских предприятий внушает уважение с первого взгляда. Тепловозы, рельсы сварочные, снегоуборочные поезда, путевкладчики работают на БАМе. Их покупают десятки стран. В каждой из этих могучих машин доля труда Игоря Ивановича Евстигнеева, лучшего кузнеца машиностроительного завода, героя социалистического труда. Сотни делегаций со всех концов страны приезжают знакомиться с передовым опытом знаменитых бригад Калужского Турбинного. В его цехах трудятся 11 лауреатов Ленинской и Государственных премий СССР. Калужский завод, автомотоэлектрооборудование. Точные приборы, электроника, все это вещи достаточно сложные, и все же их можно увидеть, потрогать руками. А вот что вы скажете об инженерах, которые конструируют, казалось бы, неуловимые? Запахи. Заседает дегустационный совет Калужского комбината синтетических душистых веществ, крупнейшего из подобных предприятий Европы. Калужского комбината синтетических divers. Калужского комбината Редактора Редактора 4�� пPD Изделия печатного цеха комбината вам, конечно, знакомы. Собственно, духи и одеколоны здесь не делают. Но без продукции комбината остановились бы все парфюмерные фабрики страны. Искусственные ароматические вещества калужского производства закупают и зарубежные фирмы. В том числе прославленные французские. Искусственные ароматы Искусственные ароматы Искусственные ароматы Искусственные ароматы Московская улица По этой дороге в славном 1812 году шли в лагерь Кутузова калужские ополченцы. Здесь же проходили советские дивизии, освободившие город. Искусственные ароматы Памятники героям Великой битвы есть во многих городах. Но, кажется, только в Калуге можно увидеть памятник фронтовым медсестрам. Здесь мы познакомились с бывшим военврачом, хирургом, почетным гражданином Калуги, Антониной Петровной Никольской. Еще во время гражданской войны студенткой она была, как говорили в то время, мобилизована на ТИФ. И вот уже 65 лет в медицине. Работает и сейчас главным врачом диспансера. Антонина Петровна прекрасно помнит старую дореволюционную Калуги. Молодым интересно, а не приходилось ли видеть самого Циолковского? Не только видеть, она у него училась. Получала пятерки по физике, математике в женском и пархиальном училище. Да, их уже немного. Тех, для кого он не легенда, не из бронзы, живой. Тех, для кого он не легенда. Тех, для кого он не легенда. Тех, для кого он не легенда. Он был проведены очень сильным. А в тайге эти самые разные supreme которые, которые его можно было бы не так почистить. Гал С тех пор стала традицией. Все советские космонавты обязательно посещают дом великого ученого, приносят цветы на его могилу. Знаменитый Калужский Бор – традиционное место свадебы. Здесь очень популярны вот такие театрализованные церемонии. Их устраивают райкомы комсомола, ЗАГСы и дворцы культуры. ПЕСНЯ Самый юный и самый старый житель Калуги Этому дубу около 700 лет Рубилась первая бревенчатая крепость Городок еще не имел имени А он уже стоял здесь Сторожил и страж этих мест Чего только и кого только не повидал он за свою жизнь И сколько еще увидит, не узнает Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok